Лев Сакович, я бы хотела задать для разогрева, как обычно я задаю какие-то вопросы, меня всегда интересуют истоки. Вот сегодня вы мне сказали, вчера исполнилось 10 лет со дня смерти Алексея Ильича Комича до 28 февраля. Круглая дата. И в этом году, кстати говоря, будет десятилетие вручения премии Комичева. Нет, это я не к тому, хватило сказать совершенно, а к тому, что когда была учреждена премия, в интернет было выложено очень много фотографий, связанных с жизнью Алексея Ильича. И когда я рассматривала, я увидела блистательную плеяду искусствоведов, такие первые крупные имена, которые ездят в экспедиции на памятники. И там был Попов, там была Ольга Сигизмундовна Попова, там был Вздорнов. Скажите, пожалуйста, вот все-таки что это была за эпоха? Почему она породила самых крупных исследователей древнерусского искусства и живописи в России? Какие были учителя, у кого вы учились? Для меня это очень важно. Это просто платформа, фундамент, корни. Несколько слов, если можно. Ну, вопрос непростой, он скорее такой социологический, потому что в то время, когда мы чего-то начали понимать, либо догадываться о чем-то, конечно, просто это совпало с той эпохой, которую называют хрущевской ольтепелью. Надо понимать, что у нас еще в 64-м году снесли церковь на Преображенской площади. Последний снос храмов в хрущевское время, 64-й год. Ну, для многих присутствующих это все-таки уже порядочно, полвека назад, даже чуть больше. А для меня это моя юность и студенческая юность. И, конечно, все-таки ощущение того, что открываются какие-то миры, и что мы по своей собственной земле можем ходить свободно, более-менее передвигаться, открывать ее, узнавать то, что еще совсем недавно было почти недоступно, закрыто. И, главное, над всем этим, ну, верил все-таки такой какой-то дух запретности, недозвольности, чего-то не того, церковь, религия. Ну, естественно, что в этом было что-то и очень завлекательное. Наверное, это было еще желание узнать непрописные истины, которых нас постоянно с самых малых, наверное, возрастов вот этими прописными истинами и кормили. Не надо забывать, что это время вообще очень многих открытий. Открытие не только древнерусского искусства, но, скажем, первых выставок, вот выставка в Рубеле 56-го года, предположим. Чуть позже там выставка Пикассо. 60-й год выставка мексиканского искусства. Совершенно потрясающее, переворачивающее сознание выставка, которая была в Пушкинском музее. И много чего такого, о чем мы совершенно не знали, не догадывались, это действительно колоссальное открытие миров. И, конечно, древнерусское искусство было одним из таких миров. Вот. Я сам, честно говоря, не собирался, вот когда я поступил в университет, учился на отделении истории искусств, я поначалу не думал, что я когда-нибудь буду заниматься древнерусским искусством. У меня, конечно, очень увлекало искусство начала 20-го века. Да еще так по судьбе моей служил, я работал лаборантом в фондах ЖИУПСИ в Третьяковской галереи, и мне было доступно то, что никому не было доступно. Ну, вот, скажем, например, знаменитые там картины Шагала, Кандинского, Малевича, Родченко, Розного и так далее. Это просто то, что я носил в руках, как лаборант. Вешал, перемещал, это висело у меня над головой и так далее, и так далее. Я, конечно, туда таскал своих друзей, по возможности, у меня была совершенно замечательная начальница, которая на это все, хотя фонды, как и в архивы, нельзя попадать, но тем не менее, все-таки иногда и можно. Вот, значит, это было, конечно, очень увлекательно, но потом вскоре я понял, что это же все документировано. Об этом все так или иначе написано, существуют документы, существуют книги, существуют воспоминания, письма, мемуары. И так далее. А вот про древнерусское средневековое искусство документов почти нет. Это вот такая абсолютно энигма. И в этом тоже было, конечно, очень большое притягательное начало. Но об этом очень много можно, конечно, говорить. Кто были учителя? Учителя у нас были, конечно, потрясающие учителями. У нас был Виктор Никитич Лазарев, Михаил Андреевич Ильин, Виктор Николаевич Гращенков, Юрий Константинович Золотов. Блистательная совершенно плеяда. Тогда еще Дмитрий Владимирович Соробьянов. Ну, много очень замечательных людей, которых, к сожалению, уже никого не осталось. Вот среди нас уже мы их лица можем видеть только на фотографиях. Только на фотографиях. Поэтому представить весь облик. Ну, а у меня лично еще был совершенно замечательный воспитатель такой на моей работе Алексей Николаевич Свирин. Замечательный историк древнерусского шитья, древнерусской книги. По сути дела, первый директор Сергеевского музея, Сергея Посадского музея, который пришел вслед за Владимиром Дмитриевичем Дервизом. Который вот из комиссии по сохранению памятников Троицы Серговой Лавры, куда входил Павел Флоренский, Юрий Александрович Солсуфев и Алексей Николаевич Свирин, и другие замечательные люди. Вот Владимир Дмитриевич, он потерял ногу, попал под трамвай. Это Владимир Дмитриевич Дервиз, друг Серова. Вот это вот весь такой круг, понимаете, и до этого было тоже как бы рукой подать. В те времена, понимаете. И все эти замечательные имена, они казались вот, ну, как через пожатие. Конечно, это было очень обязывающим делом и накладывало какую-то внутреннюю такую ответственность. Ну, вот про учителей кратко. Ну, вот еще второй вопрос. Вы искусловед. А каким образом? Когда произошел поворот в сторону интереса к реставрации, и более того, активное вовлечение, и очень активная позиция, именно в анализе всех реставрационных дел, и более того, вы возглавляете бригадой реставраторов, под вашим руководством проводится реставрация фресковой и монументальной живописи на первых памятниках. Вот когда произошел этот крен, не назовешь, но поворот? Ну, отчасти это произошло, вот, вот, книжку вам сейчас показали, в 87-м году, когда вышла вот эта вот моя книжка про монументальную живописи Новгорода, ну, меня стали вот красным сперва таким просто выездом экспертным привлекать, потом к работе тогда еще союзного научно-методического совета. Вот, были замечательные люди, но одним из виновников этого дела был как раз Алексей Ильич Комич, который в тому времени, конечно, уже был полностью погружен в дела, связанные с охраной и реставрацией памятников, ну, в основном все-таки с охранными мероприятиями, а уж так потом получилось, что я потихоньку стал с реставраторами лазить по лесам, участвовать в реставрационных советах, ну, и потом стали, к сожалению, люди уходить, уходить и уходить, и так получилось без моего даже какого-то особенного какого-то участия, как-то совершенно незаметно для меня самого вдруг вот я начал заниматься вот какими-то вопросами, связанными именно с методиками, скорее. Но я вот сегодня буду об этом говорить, я, конечно, совсем не реставратор, и, конечно, скорее вопросы подходов и организационных, и общих принципиальных установок в направлении того, куда надо двигаться реставрацией и реставратором, тому, что мы называем конечным процессом реставрации. Да, вот этим я немножко занимался и продолжаю заниматься, хотя этим становится все труднее, по многим очень причинам заниматься. Ну да, так получилось. Ну что же, тогда карты в руки, реставрация, монументальная живопись. Ну вот я постараюсь, значит, в отведенное мне время кое о чем рассказать. Тема, поставленная передо мной и перед вами, крайне непроста. Ну я начну с того, что реставрация монументальной живописи – это очень сложный, многоаспектный процесс, который помимо, собственно, реставраторов, людей, которые работают руками и выполняют самые разные операции, начиная с укрепления, расчистки, тонировок и прочих важных реставрационных мероприятий, участвуют архитекторы, конструкторы, строители, химикотехнологи, климатологи, инженер разных специальностей, занимающиеся вопросами гидроизоляции, дренажами, теплоизоляции и другими проблемами, связанными с обеспечением сохранности монументальной живописи, с обеспечением тех условий, в которых она может выживать и жить по возможности дольше, чем если бы этих мероприятий не проводилось. Так что очень важно понимать, что реставрация монументальной живописи – это очень сложный, многоаспектный и комплексный процесс. Не менее важно понимать и то, что монументальная живопись – это, ну, во-первых, это живопись, которая находится на стенах, и это её принципиальное отличие от всех других видов живописи – от станковой картины и так далее, и так далее. Там, конечно, есть какие-то промежуточные моменты, но вот фундаментальное – это вот то, что это стенная живопись, можно было бы так сказать. Ну, помимо этого, конечно, это всё-таки разные технико-технологическом отношении, это очень разные виды живописи. Одно дело – фреска, да? Причём сама по себе фреска, она тоже подразделяется на целый как бы вид деятельности. Есть так называемая «бонфреска», чистая фреска. То есть живопись по мокрой штукатурке, в процессе которой гидроокис кальция под воздействием, вот когда, значит, пигменты, замешанные на воде, попадают на её поверхность, под влиянием углокислоты она карбонизируется, превращается, вот карбонат кальция, минерализуется. И в этом процессе идёт закрепление пигментов в этом, собственно, поверхности стены, в этом материале, что обеспечивает её прочность, её связи, устойчивость, долговечность и так далее. Есть так называемая «фреска-сека», когда процесс начинается как чистая фреска, а затем он продолжается либо с помощью известкового молока, либо с помощью прописок, уже выполненных в технике, желтковой темперы. Есть совсем другой вид монументальной живописи. Это, собственно, темпера в чистом виде. Ну, вот я попрошу, чтобы не говорить это только вот в холостую, можно открыть сразу первые слайды, чтобы вы могли на это вот посмотреть. Ну, это церковь Георгия Старой Ладонии. Важно ещё сказать, это чистая фреска. Вот это чистая фреска. Буан фреска. Важно, конечно, сказать, что кроме того, что эта живопись на стене, это живопись в архитектурном пространстве. И не пассивно участвующая в этом ансамбле архитектура, живопись, но когда она входит в тело храма, она становится и своего рода организующим началом самого архитектурного пространства. Можно было бы сказать, что это некоторые комментарии к архитектуре, позволяющие нам, людям, которые входят в пространство, храма, здания, скажем, общественные, или какой-то, так сказать, городской особняк, имеющий росписи, каждый раз это некоторая интерпретация пространства. Вот то, что, собственно говоря, мы можем видеть здесь и следующее можно. Ну вот, как пример такой организации пространства, я вам показываю роспись Спасского собора, Мирожского монастыря. Не лучшие сохранности, о сохранности мы будем говорить чуть позже, но здесь очень важно понимание именно пространства. Ну, во-первых, вы видите мраморировку, которая, хотя здесь отсутствует накат, некое подобие помоста, соединяющие две боковые камеры, расположенные по сторонам западного рукава Нефа, этого замечательного храма. Вы видите изображение сцены сообществия Святого Духа. Обычно, вот там, где сейчас мы видим арочку, арку, там, вот если бы мы смотрели с вами иконы, ну, и не только иконы, во фресках это тоже бывает, там обычно изображают так называемые глоссы, народы, которые вдруг начинают понимать друг друга, вот благодаря, и апостолы здесь собравшиеся, начинают понимать голоса людей, принадлежащих к разным национальностям, к разным этносам. Так вот, художник каким образом интерпретировал? Он не стал изображать эти... Плохо слышно, простите. Художник не стал изображать эти традиционные фигуры. Почему? Потому что он представил себе, что это мы с вами, люди, которые входят в пространство храма, являемся этими самыми глоссами. К нам нисходит святой дух, к тем, кто входит в пространство этого храма. Это сразу образует огромное количество смысловых и тонких таких связей, потому что мы понимаем, что это храм миссионерский. Он был действительно заказан, роспись и постройка была заказана архиепископом новгородским Нифонтом. И, конечно, это был один из первых монастырских комплексов, владычный комплекс. Вот маленькая такая как бы зацепочка, но которая дает нам сразу же какое-то очень большое монументальное ощущение всего пространства храма, его значимости и вот всех тех смысловых связей, которые внутри него возникают. Это, опять же, старая Ладога. И тут тоже очень много замечательных церковь, посвященные Георгию. И вот Георгий, чудотворец, который занимает сцена его победы над драконом, она занимает всю поверхность полугружия апсиды диаконика, то есть правой апсиды. И тут тоже очень много интересных вещей, потому что обычно по центру в таких храмах традиционно располагается окно, а здесь этого окна нету. Оно смещено, мы его не видим, оно справа находится. Это уже говорит о том, просто-напросто, и это подтверждено чисто технологически, что роспись храма шла буквально по одному проекту с его постройкой, и никакого разрыва между строительством храма и его планировкой, вот изначального смещения окна на южную стену, что это было одновременно все замысленно. Я хотел бы еще обратить внимание на чисто стилистические моменты, которые показывают, как художник напрягает вот своей замечательной графикой, это потрясающе по мастерству искусство, вот все как бы архитектурное пространство. Это живопись работает своего рода такой иоловой арфы, как бы натянутые струны, через которые проходят все пространственные токи. Вот еще один вид живописи, совершенно необычный. Это одна из древнейших русских фресок, но это очень условное название, это изображение Константина и Елены в Мартеревской паперти, то есть южной паперти Софии Новгородской, это древнейшая роспись этого древнего храма. Есть споры, я сейчас в них не буду углубляться, о времени ее возникновения, но это не фреска, это живопись, написанная на очень тонкой-тонкой подгрунтовке, видимо, типа клеевой живописи. И это чудо, что она таким вот образом сохранилась. Насечки, которые вы здесь видите, на этой поверхности говорят о том, что ее вскоре после появления записали. Скорее всего, это произошло в 1144 году, летопись нам сообщает о том, что Мартеревская паперти при уже упомянутом мной архиепископе Нифонте была расписана, и частично куски фресок второго слоя этой росписи вот с 1944 года там сохранились. А вот вам Дионисий. И это уже тоже новый вид живописи. Собственно, считалось долго, что это фреска, и в быту мы и говорим, росписи или фрески Дионисия, но в действительности это классическая темперная живопись. И в этом много большой интригии, о которой я чуть позже скажу, но в силу техники этой живописи, значит, темпера – это живопись на клеевом связующем, в качестве связующего здесь участвует яичный желток, разведенный в определенных пропорциях на воде. Так вот, со временем очень часто происходит утрата вяжущей силы, связующего, в результате чего возникает такая очень тяжелая болезнь, которую реставратор на своем профессиональном языке называет «меление красочного слоя». То есть это порошащий красочный слой, если вы будете к нему дотрагиваться, то ваши пальчики будут окрашиваться пигментами. Но когда эту стену не трогают, это еще ничего. Но дело в том, что этот храм долгие годы подвергался увлажнению за счет образования конденсатной влаги на стенах от перепада температуры. И вот эти потоки влаги образовывали на живописи такой своеобразный мраморовидный рисунок. Особенно страдали красные железосодержащие пигменты, наименее устойчивые, особенно часто утрачивающие вот эту, так сказать, связь с грунтом. Здесь вы тоже обратите внимание на совершенно особую организацию пространства, когда художник очень определенно сдвигает композиции. Он их не вписывает четко в границы архитектурных обрамлений, а наоборот все время сдвигает. Это очень важный фактор. Когда вы будете в Рождественском соборе Ферапонта, вы на это посмотрите. Вот посмотрите, как Христос идет по дарку. Вся эта процессия буквально движется в пространстве храма. И стены этого храма просвечивают через поверхность живописи. Это очень специфические приемы, свойственные Дионисию. И вы тоже ощущаете вот это движение. Там все рассчитано композиционно не на такой архитектонический строй типа того, что можно видеть старой Ладоги, а совершенно все организовано по-другому. Ну а теперь мы переходим после такого вот общего как бы предисловия. и мы переходим, собственно, к проблемам реставрации. И мы начнем с самых разных видов разрушений, с которыми имеют дело дело реставратора. Я просто буду вам показывать для сокращения времени, для того, чтобы у вас были наглядные представления обо всем, я вам буду показывать значит, разные виды вот этих самых утрат, разрушений и прочее. Ну, одно и один из видов разрушений это разрушения механические, то есть связанные в основном с деятельностью человека, хотя иногда это и бывают природные факторы, ну, вроде, скажем, каких-нибудь там ураганов, землетрясений, деформации и прочее, прочее. Одновременно это вот на этом слайде вы можете видеть, что это и как бы запись, когда на живопись, а в данном случае вы видите остатки живописи Рублева, это Успенский собор во Владимире, это роспись 1408 года, которая была в начале, в конце 19-го, начале 20-го века плотно переписана бригадой Сафонова, и вот то, что вы видите, так ярко, активно сохранившееся, условно говоря, это живописи Сафонова. Причем, вы можете догадаться, что реставраторы не случайно оставили живописи Сафонова, они оставили живописи Сафонова ровно там, где нету Левкаса, где нету штукатурки с живописи Рублева, руководствуясь очень важным соображением, чтобы у нас все-таки было целостное представление о иконографии, о системе росписи, ну и целым рядом другим соображениям руководствуясь. Вот еще один из важнейших видов деформации, мы к нему еще не будем обращаться, это грязь и копоть, и это тоже, и это тоже Рублев, это то, что мы с вами фактически сейчас видеть не можем, по одной очень простой причине, это очень высоко, это западная люнета, храма, которая изнутри храма просто не видна, для этого надо подняться на хор, чтобы это все видеть, но сразу же скажу, что это была одна из самых болевых, вот сейчас эта реставрация буквально недавно перед Пасхой прошедшей прошлой и завершилась, завершилась, но к этой живописи нельзя было дотронуться, просто физически, потому что она сыпалась от любого прикосновения, и надо было потратить огромные усилия для того, чтобы ее укрепить, сперва укрепить, а потом заниматься, насколько это возможно, раскрытием этой живописи, вот вам классический пример копоти. Копоть один из страшнейших врагов монументальной живописи, притча в языцах, это одна из болевых точек, которые напрягают нас, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с храмами, имеющими росписи, но в которых регулярно проводятся богослужения, то есть свечная копоть, кадила, зажженные лампады, кануны, которых ставят свечи, поминания, упаковки, здравия и так далее, вот это все источник, причем это сажа образуется с невероятной скоростью и удаляется, практически почти не удаляется с колоссальным трудом, при том, что надо учесть, что это же не чистая поверхность просто камня, а под этой сажей находится живопись. Это замечательная, совершенно, не так давно раскрытая роспись с трудами бригады Владимира Соробьянова, это Спасский собор Спаса Ефросиньего монастыря в Полоцке, это фреска на хорах в маленькой камере, которая считает, как считают исследователи, была келью основательницы монастыря Ефросиньи Полоцкой. Роспись появилась уже после смерти преподобной и по всей видимости она уже тогда, эта камера на хорах имела такой мемориальный характер, чем определяются особенности иконографии. Там в основном сцены жития ее святой покровительницы, святой Ефросини. Вот это классический пример таких механических деформаций. Вы видите, что полностью утрачен лик Иоанна Претечи в этом действии. Хотя в целом сохранность живописи неплохая. Как мы сегодня можем считать, это начало XIII века, тогда как весь основной объем храма это роспись середины где-то конца 50-х, начало 60-х годов XII века. Буду просто демонстрировать все те характерные случаи, с которыми приходится реставраторам встречаться. Это результат перестроек и перекладок. Это рождественский собор города Суздаля, древний аркасули, который служил для захоронений и в какой-то момент здесь вот вы видите была сделана закладка при архитектурных реставрациях в результате раскрытия аркасули были обнаружены фрески XIII века. Вот эти орнаменты, которые вы видите на стенах это орнаменты XIII века, хотя сам храм неоднократно расписывался, переписывался, о чем мы тоже с вами будем говорить. Вот еще один случай такой закладки это роспись созданная где-то примерно в 1118 году, есть достаточно серьезное основание так точно ее датируют, это Никола-Дворищенский собор в Новгороде, это княжеский собор, но когда князь покинул Новгород, окончательно переехав свою резиденцию на городище туда, ближе к Эльминюзеру, то храм стал городским собором, и там была построена специальная башня лесничная, которой не было раньше, потому что князь попадал на хоры через специальный переход от своих палат, а вот здесь вы видите остатки встроенной лестницы, которые закрыли замечательную композицию Иов Нагноющий, который говорит нам о том, что князь, видимо, во время великопостных бдений спускался с хор вот сюда, и время великого поста вот он себя представлял в виде этого несчастного Иова, грешного и оставленного, оставшегося как бы за пределами святых стен самого храма, потому что это пространство Нартакса было раньше. Ну вот таких примеров замечательных и в плане бытовом, археологическом, иконографическом. Мы возвращаемся в Успенский собор города Владимира, но в данном случае мы уже видим с вами не росписи Андрея Рублева, а более ранние росписи. Вот если вы видите арочку внизу, теперь она образовалась слева, здесь видите два слоя живопси 12 века. Два слоя живопси 12 века. Вот тот, что для вас сейчас вверху, это слой живопси 1161 года, сделанный во времена Андрея Боголюбского для первого построенного ему Успенского собора. А когда этот собор был в Севолодом III, значит, третьим большое гнездо расширен, к этим древним пилонам, значит, были пробиты стены, приложены галереи, и эти галереи были расписаны в 1189 году. То есть, между вот этими двумя слоями фрески, вот тот, что внизу, это 1189 год, то, что вверху, это 1161 год. Вот наложили. Значит, вот перед вами те проблемы, те задачи, которые совместно приходится решать архитектором и реставратором живописи. Одним из самых тяжелых бичей для монументальной живописи являются соли. Соли, которые выносятся в результате вот такого механизма капиллярного подсоса, когда из-за неблагоприятных температурно-влажностных условий, влага, находящаяся в грунте, вытягивается вверх по стенам, вместе с ней идут соли, растворенные в воде, и эти соли выходят на поверхность в виду в разных формах так называемой ямчуги. Они могут быть жесткокристаллические, эта ямчуга может иметь пушистый характер таких больших белых таких букетов высылов, но результат этих выходов всегда один и тот же. Вместе выходя на поверхность стен, соли разрушают штукатурные основания, соли разрывают красочный слой. И вот, как правило, прежде всего страдают нижние части стен, что естественно. Вот здесь вы опять видите аркосоли Рождественского собора в Суздале, где почти полностью вот эти орнаменты, я вам один из них показал, они утрачены, но утраты часто распространяются на очень большую высоту, часто они достигают нескольких метров. Вот что остается, вот это результат действия высылов. И, естественно, нужны необходимые мероприятия для того, чтобы со всем этим бороться. я специально вам просто показываю разные виды разрушений, которые имеют либо антропогенный характер, либо природный, либо технологический. Вот один из самых тяжелых случаев, связанный с такой природой собственно технологической, дают нам ну не только, конечно, но одна из важных причин разрушений этого храма. Это церковь Успения в селе Милетово, где-то примерно в 50 километрах от Пскова находящимся. Уникальная роспись, имеющая точную дату. Храм был построен в 1464 году. Это классический образец псковской архитектуры эпохи ее наивысшего рассвета. Роспись появилась через год, примерно где-то в 1465 году. Известно, кто ее заказчик, потому что на арке, на архивольтах входа западного просто написано имя Якова Кротова, посадника, одного из посадников псковских. Во всех отношениях это совершенно уникальный случай. Так вот, здесь нарушение технологии было сделано самими художниками, которые расписывали. Причины этого довольно трудно сейчас установить, этим надо специально заниматься, но там мы видим расслоение штукатурного основания, штукатурное основание очень часто бывало не однослойным, а двухслойным. И кроме того, утраты хорошей связи красочных слоев, там красочные слои можно сравнить, они такие, как крылышки бабочки, такие тоненькие, они отслаиваются как слюда, высыпаются на пол, на леса, и вопросы укрепления, связи, вособновления особенностей, так сказать, прочности и штукатурного основания, и красочного слоя, не говоря уже о том, что сам храм разваливается, и там чудовищные выволы из стен, но вот это одна из самых сегодня острых проблем, стоящих перед реставраторами и архитектуры и живописи. Вот я вам показываю, как выглядит вблизи поверхность этой живописи, и вы даже, так сказать, воочию видите, вот какой это красочный слой, какой он тоненый, если так можно выразиться, и насколько сложна сама по себе вот проблема укрепления этого красочного слоя. В данном случае мы с вами вот как раз формулируем задачи. Вот вблизи, видите, вот насечки там вверху видны, на штукатурке, это остатки изображений святителей в алтаре храма. Вот таков процесс этой деформации. Теперь мы приступаем с вами уже к другой проблеме. Это проблема связанная с консервацией, укреплением и другими реставрационными мероприятиями. Собственно, реставрационные мероприятия, конечно, напрямую связаны с видами разрушений. И это диктует технологию реставрационных работ, это диктует выбор материалов, и не только выбор материалов, но даже и диктует разработку материалов, потому что должны быть такие материалы, которые позволяют решить очень сложные задачи. Если бы мы могли сейчас с вами поговорить об истории реставрации, то бы мы видели, как менялись на протяжении десятилетий технологии, как менялись материалы, которые использовали реставраторы, как опровергались одни материалы, которые нам сегодня кажутся чудовищными, но их применяли. Скажем, например, в обилии применяли, например, животные клеи, которые создавали очень жесткие поверхности напряжения, что оборачивалось разрушениями красочного слоя, образованием корок и так далее. Ну, после этого использовали самые разные вещи, но все более и больше склоняются, идет вперед наука, техника, технология, о чем я тоже чуть-чуть позже вам скажу. Ну, соответственно, идут расчистки. Вот одна из задач реставраторов. но перед тем, как начать расчистку, реставраторы должны укрепить штукатурное основание, укрепить красочный слой еще до расчисток. Вот понимаете, что укрепляется красочный слой вместе с наслоениями, грязью, со всеми прелестями, которые образуются в виде многослойных как бы таких осадков, наслоений, потому что если этого не сделать, просто к этой живописи прикасаться физически нельзя. Это то, что вы можете видеть, если вы имели возможность попасть за иконостас Большого Успенского собора Владимира. Это одна из фресок Рублева, скрытая от глаз вообще. И только благодаря реставрационным работам, когда в иконостасе делаются большие окна, там открываются, отодвигаются части, вот туда открывается доступ. Это процесс раскрытия. Вы можете сравнить верхнюю часть, еще недораскрытую, и нижнюю, находящуюся в процессе раскрытия. Ну, вот еще один пример, просто это уже раскрытая часть, живопись. Это тоже иконостасная поверхность. и вы видите оставленный контрольный участок вот для того, чтобы вы могли убедиться в том, какое количество копоти находилось этой стены. Вот тот черный квадратик, который вы видите здесь, это вот как бы демонстрирует нам результат работы, проведенной реставратором. реставратором конечно. Это тоже я вам показывал эту фреску под копотью, вот я вам показываю, что из всего этого получилось. Расчистка ведется очень по-разному и ведется на разных уровнях. Это то, что тоже вот вы сейчас можете видеть только благодаря слайду, только благодаря рабочей съемке, проведенной с лесов, потому что это находится высоко-высоко на своде значит под купольном пространстве Успенского собора. Это рука одного из пророков из сцены преображения находящимся там вот на склоне свода. Расчистка дела чрезвычайно сложное. Ну вот это результаты последней работы, о которой я вам говорил, это все тоже Успенский собор, это сцена Лона Авраамова. И там в Лоне Авраамова всегда изображается как бы за пазухой Авраама души праведных, которые изображаются в виде младенцев. Если вы очень внимательно присмотритесь, то вы увидите, что да, это раскрытая живопись, но раскрыта она не до конца. И это принципиальная установка уже нисходящая от тех людей, которые собственно организуют методический контроль за ходом работы. Это специально сделано для того, чтобы художники не доходили до автора. Автора нельзя окончательно разуть и оставить. Поэтому те тонкие охры, которые характеризуют эти золотистые охры, которых вы видите в живописи ликов этих младенцев, они все-таки остаются слегка под некоторым тонким слоем, ну так иногда говорят грязцы. Но это оставлено специально, потому что мы понимаем, что выпустить эту живопись вот так вот чисто это как человека в рубашечке или в маечке пустить на мороз. Значит, вот здесь есть тоже свои специальные требования и соответственно это требования обращены художником реставратором. Ну, вот мы видим один из примеров многослойных записей. Это Рождественский собор в Суздале. И вы видите, как из-под фабелок и из-под разновременной живописи появляются орнаменты начала 13 века, вернее, эта живопись очень точно датируется, она создана между 1228 и 1233 годами. Это тоже Успенский собор. Вы видите вот ногу, которая появляется из-под записей. Это роспись 19 века, а внизу знакомые уже нам вот возле этой желтой вертикальной трубы лесов, вы видите уже знакомый нам орнамент 13 века. Ну, и далее мы обращаемся к очень острой, очень сложной проблеме тонировок. Это та часть, к которой мы переходим, которую мы можем условно назвать вторым этапом живописи. Если то, о чем я вам говорил до сих спор, мы называем технической реставрацией или консервацией, то есть созданием, ну, консервации надо несколько слов отдельно сказать, потому что консервация это те мероприятия, которые как бы нейтрализуют действия деструктивных факторов. Подсос влаги, который выносит, вот все то, что приводит к разрушениям, это в первую очередь нормализация ТВР, это борьба с биодеструкторами, которые мы часто видим на стенах, это плесень, мох, водоросли и так далее, и так далее. Это сложнейшая работа, которая особенно усложняется и самим техническим состоянием, скажем, например, вот в Ферапонтове, когда велись работы во главе с Ольгой Владимиром Леликовой, нашим выдающимся реставратором, к сожалению, уже ушедшим из жизни, были разработаны специальные методы удаления загрязнений биологических деструкторов смелящей поверхности живописи. Были созданы технологии превентивной реставрации, которая предполагает прежде всего борьбу с этими деструкторами за счет устройства с хорошо регулированных температурно-влажностного режима, требующих специальных приборов, требующих специальной дисциплины посещения храма с большими ограничениями. Это, собственно, практика-то мировая. Если вы были в Падуе, скажем, например, в капелле Дель-Арена с живопсюджота или в Милане с трапезной монастыря Делаграции, то вы знаете, что там жесткие режимы посещения организованы с очень строгим поддержанием именно температурно-влажностного режима, который обеспечивает устойчивость всей невероятно хрупкой материальной структуры памятника. Возвращаюсь к проблеме, которая уже идет после всех тех процессов, которые связаны с укреплением материальной структуры памятника. Это вторая часть реставрации, которую мы можем назвать условно-художественной, но ее основная цель это приведение памятников в так называемый экспозиционный вид. И здесь наряду с расчистками очень большую роль играют тонировки. И это одна из самых сложных, одна из самых проблемных тем постоянных дискуссий, потому что и расчистки, и тонировки, тем более возможности реконструктивные дописи, плотных тонировок, это все то, что уже связано с проблемой сохранения подлинности памятника его аутентичной материальной структуры. Насколько допустимо вторжение в жизнь подлинника реставратора, ну, это одна из самых общих проблем вообще из теории реставрации, касается ли она монументальной живописи, архитектуры, станковой живописи и прочее, и прочее. Хотя у каждого вида искусства масляной живописи, темперной, фреско-темперной живописи, есть свои допуски, которые в этом отношении, которые и диктуют тоже некоторые возможности или ограничения для реставраторов. Ну, вот здесь мы с вами видим Южную галерею Владимирского Успенского собора, кусочек росписи, сохранившийся от первого Андреевского Успенского собора, окно с росписью с двумя павлинами. И это уже как бы вышедшая из рук реставрации роспись и тонировка сделанная в процессе расчистки. И вот вы можете сами, глядя на эту картинку, конечно, лучше это видеть в натуре, но это возможно, это доступная живость, в отличие от того, что я вам до сих пор показывал Успенского собора. Вот вы можете сами судить, хорошо это сделано либо плохо. Вот на мой взгляд, хотя я к этому был прикосновен, но сейчас я думаю, что мы здесь не доработали, не доработали. Мне кажется, что здесь можно было бы добиться немножко иного эффекта. И критерием здесь, вот для меня всегда служит простое очень слово, но это ёмкое и одновременно сложное понятие, это стена, потому что, повторяю, основой монументальной живописи является стена, стена, которая диктует свои правила, которая диктует ритмы живописи, меру плотности, кривистости красочного слоя и многое чего другое. Вот мне кажется, что на гранях тонировок, особенно это видно на изображениях павлинов, вот эти вот грани, собственно, на поверхности стены и, собственно, живописи, они потеряны, они размыты. Мне казалось бы, что можно было бы в процессе выборки это специфическая очень реставрационная операция добиться большей внятности разделения авторского красочного слоя и всего того, что на протяжении жизни памятника в него было по разным причинам привнесено. Ну вот поближе вы можете видеть изображение этого правого павлина. Ну вот к реставрации, к тонировкам, к дописям во всех странах мира, которые и ведутся реставрационные работы, естественно, есть разные подходы. Вот это, по-моему, пример работы итальянских реставраторов. Это редкая роспись, ее мало кто видел, мало кто знает, это роспись такого храма в таком местечке Абу-Гош, недалеко от Иерусалима. Это храм крестоносцев, и эта роспись была сделана по заказу крестоносцев на рубеже 12-13 веков. Ну вот вы здесь видите сцену успения Богоматери, две фигуры, крайние фигуры двух апостолов, и вы обратите внимание на то, как сделана, как сделана, ну, условно говоря, тонировка, это не допись, но это очень своеобразная техника, вот такое стручатого такого заполнения, утрат красочного слоя, и элевкаса, живопись до левкашина, то есть утраты восполнены штукатурки, и по ней проведена вот такая очень такая промежуточная как бы не допись, но и не вполне тонировка. У нас есть, как бы мы можем разделить задачи, связанные с тонировками или дописями утрат ликов и утрат композиции. Это очень важная тема, я вам объясню, почему она особенно важна, потому что она касается восприятия этих памятников в контексте, скажем, действующих рабов. Это одна из самых острых проблем, потому что если в действующем храме у нас облики Христа, Богоматери, святых утрачены, то автоматически возникает вопрос, а что мы с этим будем делать? Давайте мы будем это все дописывать или переписывать. И это такая штука, через которую просто так не перепрыгнешь. Здесь надо быть во всех решениях такого рода невероятно аргументированным и убедительным. Не могу сказать, что мы всегда бываем убедительны, может быть, даже аргументированы, но все равно неубедительны. И это проблема, которой нам надо будет многократно еще возвращаться. Ну вот мы имеем дело с задачами восполнения или какими-то решениями, связанными с реставрацией ликов и с реставрацией композиции. Вот, пожалуйста, это вот Абу Гош, это действующий храм. Вот вам фигура святого без головы. Я вам показываю это пример реставрации, которая мне не нравится. Мне не нравится. Почему не нравится? Ну, во-первых, здесь есть абсолютная размытость формы, которая уплывает в совершенно неопределенное пространство нового Левкаса. Для того, чтобы мои слова вам были понятны, я вам показываю аналогичный, почти практический пример. Это то, что было сделано во время реставрации уже многократно мной упоминавшейся Успенского собора во Владимире. Практически полностью утраченная голова. Очень отчетливая работа реставраторов с основанием Левкасным и точное выявление тех деталей, остатков мельчайших живописи, которые позволяют удерживать форму. Вот если вы внимательно присмотритесь, вы обратите внимание, это фигура Моисея в преображении, вы видите его глаз, вот этот маленький кусочек глаза, который удивительным образом удерживает всю форму, она не расплывается в пространстве, она сохраняет верность пространственного движения, мы читаем этот поворот в пространстве, мы ощущаем меру как бы долевой направленности этого взгляда, то есть сохраняются те отношения, которые организуют пространство композиции, то есть отношения между Христом и между поклоняющимися ему апостолами Ильей и Моисеем. Вот что получается у реставраторов, которые работали в Абу-Гош, чтобы мы сделали, например, чтобы я предложил здесь в данном случае делать. Во-первых, совершенно ясно, что надо было бы делать разные уровни Левкаса, сохраняя уровень авторского Левкаса и, видимо, углубляя те дополнения, которые вы видите на утратах влики. И есть у нас такая теория Гештальта, так называемая, которая говорит о том, что все время у человека сохраняется инерция представления. Классический пример, когда вы ставите точку, то вы очень четко можете ее представить как центр круга. Вот здесь эти вещи абсолютно утрачены, и поэтому вся форма не только лика, но и положение головы, фигуры, жеста, она в результате вот такой на наш взгляд, на мой взгляд, не очень продуманной реставрационной организации определения задания реставрационного начинает утрачивать. вот как выглядит целом фигура пророка Моисея, чью голову, чей лик я вам только что показывал. От нее мало что сохранилось, утрат было много, все это было записано с Афонова. Это результат тончайшей, сложнейшей расчистки и очень аккуратно выполненных, невероятно деликатно выполненных тонировок, которые, конечно, велись не по авторскому левказу, а в пределах восполнений. И вы можете оценить эту живопись именно по сохранению пластики, по сохранению пространственных отношений, по сохранению интонации движений, жестикуляции, наклона головы. здесь здесь все сохранено, несмотря на, казалось бы, почти полную утрату живописи. И это, конечно, большое мастерство реставраторов. И, конечно же, есть замечательные реставраторы. Ну вот, это тоже Успенский собор, это также живопись, что и павлины, которые... Вот здесь, к сожалению, тонировки фона переуплотнены. И вот то движение, это движение здесь чрезвычайно тоже сложно организованное, это роспись, повторяю, 1161 года, немножко вот не оказалось недостаточно выявленным. Но в процессе работы это все та же бригада работала. Вот так, что работала на сводах, просто они отсюда начинали. И мы отсюда начинали вместе с ними. И дальше мы вместе двигались. Теперь мне надо коснуться и результатов реставрации того, что мы называем конечным видом. Но я несколько пропущу. моментов, а в первую очередь обращусь к тем составляющим, которые должен знать реставратор, понимать то, что он делает. Вот это пример уже просто вопиющий. Это не реставрация, это бандитизм. вы видите перед собой начальный этап и конечный этап до реставрации и после реставрации. это роспись Успенского собора в Туле. Замечательный совершенно храм, построенный в елизаветинское время, расписанный ярославскими мастерами. Ну, кто-то говорит, что это были не ярославцы, а костромячи, в данном случае это не так принципиально важно. Это конец 60-х, начало 70-х годов. И если вы внимательно посмотрите, хоть при всех утратах, которые есть, и не до раскрытости живописи в образе Христа, вы видите, что это действительно живопись XVIII века. Иногда бывает очень трудно конкретно сказать, что мы сперва видим, что это XVIII век, а потом себе задаем вопрос, а собственно говоря, почему это XVIII век? Но это видно. А вот в результате того, что произвели доморощенные реставраторы, получилось в этой живописи. И это результат бездействия вообще всего механизма организации и конкурсов на проведение реставрационных работ и ведения реставрационных работ. и конечно полной безграмотности, потому что мы видим людей, которые не понимают, что такое стиль живописи. Это один из важнейших факторов, который конечно является составной, понимание этого является составной частью деятельности реставраторов. это особенно часто бывает важным увидеть, понять, когда вы имеете дело с пространством, в котором соединяются разновременные куски живописи, причем не просто разновременные, а часто разделенные целыми веками. это дьяконник Рождественского собора в Суздале. Вверху вы видите живопись I-III XVII века. Вот это я вернусь и возвращаюсь просто к Туле. Это лучшие сохранности подлинной живописи кусок живописи XVIII века. И вот что из всего этого происходит. вот ну заодно уже видите полностью перезолоченный совершенно уникальный ракальный иконостас совершенно изумительный позолотый с тонкой гравировкой так называемой цировкой, который был полностью оботран и полностью перезолочен. Все той же компании. Огромный храм совершенно замечательный. и уникальный. Значит это все результат полной бесконтрольности отсутствия методического контроля технологического ну и так далее и так далее и так далее. Я должен сказать вам о тех вещах которые я не могу вам реально показать. Но чем занята реставрационная индустрия одной из важнейших тем реставрации монументальной живописи это разработка материалов которыми пользуются реставраторы. В основном вот у нас в России а до этого в Советском Союзе этим занималась и продолжала заниматься сперва эта организация называлась ВЦНИЛКР всесоюзная лаборатория исследования реставрационных и как бы создания реставрационных методик. потом это стал институт реставрации всесоюзный потом российский институт реставрации где были созданы целый ряд материалов отвечающие требованиям реставрации живописи каковы же эти открылась да ну я завершу свою мысль каковы же эти требования к реставрационным материалам они должны ну естественно отличаться долговечностью прочностью они должны отличаться неизменными качествами они не должны изменять цвет живописи они не должны создавать дополнительные блеска менять фактуру живописи они должны быть гигроскопичными то есть паропроницаемыми они должны быть пластичными чтобы те материалы которые наносятся на поверхность живописи не создавали жестких напряжений жестких пленок они должны обладать высокой степенью проницаемости в красочный слой и дефундировать и в штукатурное основание кроме клеющих адгезийных материалов разрабатываются материалы причем они избирательно вырабатываются для разных видов поверхностей для разных видов красочных красок для разных видов живописи они для укрепления красочных условий разрабатываются и разрабатываются для структурного укрепления грунта это все задачи которые создают и решают технологи реставраторы ну и вернемся к тому отчего мы так сказать ушли и мы приходим уже к заключительной стадии нашей с вами беседы это экспозиционный вид памятника я уже вам показал вот изображение христа эммануэла в дискосе в дьяконике рождественского собора это тот же самый объем это тот же самый дьяконик но это роспись 13 века вот она раскрыта вы видите здесь куски фрагменты какой-то композиции ну скажем что это замечательно интересная не часто встречающая композиция это селаамская купель это чудо возмущения воды архангелом который раз в году спускается значит на землю и те кому повезет он возмущает воду своим ангелским мерилом значит купели где ждут исцеления и те кому удается первым вступить в эту возмущенную ангелом воду те получают исцеление вот они тут вот видите внизу фигурка есть такого молодого человека который протягивает руки ангела мы не видим но вся эта живопись еще к тому же попала под закладку в результате поздних перестроек собора последующих перестроек собора который не раз разрушался в 16 веке перестраивался ну и так далее и так далее вот задача это задача это одна из тех задач перед которым стоят реставраторы вот они уже все сделали они раскрыли живопись они укрепили расчистили а теперь перед ним стоит задача приведения всего этого экспозиционный вид это последняя и одна из самых тяжелых и тоже напряженных стадий реставрационной работы вот еще одна проблема это тот же рождественский собор но уже роспись начала уже неизвестного нам сафонова а под ним если вы внимательно посмотрите в нижнюю часть слайда вы видите что там сохранилось что одна живопись находит на другую вот и там из-под живопись 20 конца 19 века видна живопись 17 века значит как это все что-то все скачет у меня я не понимаю так вот как это все решить как это привести к единому знаменателю здесь требуется очень большие усилия и надо сказать нетрадиционные решения нетрадиционные подходы и здесь тоже надо понимать что организующим началом все-таки монументальной живописи является не картинная плоскость не некоторые внешне понятые законы композиционные изобразительные композиции а прежде всего законы архитектуры которые диктуются стеной вот если вы внимательно посмотрите я сейчас подойду я не знаю как можно наверное этой указочкой пользоваться вот видите эту поверхность там чуть-чуть ниже остатки какой-то живописи а дальше вот такая непонятная невнятная несколько аморфная стеная поверхность но ее старательно реставраторы видите обвели вот такой белой разгранкой вот точно вот этого всего не надо было делать вот просто напросто потому что это просто некоторая смутность неразумность невнятность здесь надо было честно показать утрату не только красочного слоя но утрату левказ я вам говорю вот таких достаточно непростых наверное для вот такой зрительной убедительности внятности моментах но эти моменты часто составляют существо той работы которая ведется уже совместно а я последнее что я вам показываю сейчас это вот как бы экспозиционный окончательный экспозиционный вид памятника правильно сделанный правильно сделанный это собор антонио монастыря в новгороде это работа владимир соровьянова старая работа это образ дьяконика который располагает дьякона молодого юного дьякона располагающийся варочном проходе из храма в дьяконик и вот видите как здесь аккуратно внятно сделана подливкаска и тонировка всех восполнений утрат левкаса как это не мешает ничему не дребезжит не создает постоянно раздражающие зрения памяти конечно вот еще один пример экспозиционного решения в котором совмещаются разные слои живописи сверху и снизу это разные куски живописи 17 века а вот горизонтальная полоса там торчат ноги воина относящиеся к древнейшей росписи 13 века и наконец вот мне кажется очень убедительный я уже показывал вам фигуру Ильи из этой композиции а вот как выглядит фигура Христа из композиции преображения рублевской росписи 1408 года в Успенском соборе Христа у которого нет головы но вот этот аккуратно как бы проведенный он сделан на новом Левкарсе не траченный нимб здесь художники отчасти привлекли позднейшие как бы уже росписи это не выдумка их здесь использованные просто позднейшие записи но настолько точно сделана выборка настолько на всех дописи записи что мы ощущаем самое главное это фигура Христа от которого не исходит сияние как это часто бывает в росписях и в изображениях преображения а который сосредотачивает в себе свет это предел световой плотности это вот чисто рублевская идея и когда художник реставратор это понимает он добивается абсолютно необходимого здесь эффекта ничего от себя не дополняя ничего не выдумывая ничего не воображая и вот это пример я уже показывал это все тоже абу гош вот по-моему это пример неправильного экспозиционного решения это тоже греческая роспись надо сказать очень редко и вот мне кажется что это как раз пример удачной реставрации это такая роспись которая находится на севере Македонии в Греции ну там исследователи спорят какого она времени но мне кажется что это сделано при всех утратах в том числе и механических утратах сделано очень правильно и корректно ну и завершая свое выступление перед вами я вам показываю мне кажется совершенно замечательное тоже достижение вот если бы я мог показать как выглядело до реставрации это живопись это изображение богоматери это богоматерь в раю замечательные композиции в малом своде под хорами располагающиеся вот судя по ликам ангелов вы понимаете что это вот совершенно расплывающийся как будто бы живопись лика богоматери вот не было почти глаз надо было тончайшим образом пройти через слои загрязнений чтобы не как бы удаляя все создать ощущение многослойности этой живописи не утраченного пространственного движения глаза чужие не свои но их так тонко и правильно сориентировали во время раскрытия во время выборок позднейших вставок позднейших слоев живописи что это живость буквально ожила к сожалению я вам не могу показать просто чудеса там в росписях часто мы видим места выбоины красочного слоя механические но это не результат каких-то так сказать варварских деятельностей это остатки циркулей потому что скажем например не им бы часто художники прографляли крути крутили с помощью циркуля от этих циркуля от этих ножек оставались отверстия в левказе и когда уже со временем много времени прошло эти точки начинают играть свою роль и очень точная ориентация мы могли убедиться как вот когда мы закрывали эти точки каким-то образом их тонировали возвращалось живое движение возвращались глаза возвращались взгляды причем повторяю это все делалось без каких-либо вот таких дописей вмешательств и последнее о чем нам надо конечно сказать это надо вернуться к тем проблемам связанным с сегодняшними вопросами реставрации и самыми острыми вопросами это вопросы о судьбе от реставрированных памятников очень часто мы думаем что вот с реставрацией то есть уже с технической и художественной реставрацией все проблемы кончаются но вообще-то по-настоящему они с окончанием собственно реставрационного процесса начинаются вот мы кончили реставрацию в Успенском соборе города Владимира и нам надо уже думать как не утратить результаты этой реставрации потому что пройдет 2-3 года и все те факторы если мы не уберем их которые действовали деструктивно они будут возвращаться будет копоть будет грязь будет травматизм потому что эту живу неправильно убирают ее царапают ее моют мокрыми тряпками и прочее это действующий храм хотя он как бы формально находится в руках Владимирского музея вот это одна из тех проблем их множество это проблемы действительно прежде всего работы реставраторов в условиях действующих храмов это одна из самых повторяю острых проблем и мы пока не можем сказать что мы даже знаем как вот какие предложат нам убедительные решения ну давайте на этом я остановлюсь если у вас есть вопросы я постараюсь на них ответить большое спасибо за прекрасную лекцию я поняла что мы только приоткрыли завесу вот просто немножечко потянули занавес и почувствовали всю глубину интригу того что происходит на стенах и конечно это высокоинтеллектуальная деятельность которая требует глубочайших знаний это первое а второй аспект о котором я бы хотела сказать это чем должен какими качествами помимо интеллекта глубины мысли знаний обладать реставратор поскольку где кончается и должен ли он быть талантливым художником понятно что он должен чувствовать цвет он должен знать краски но где степень его проникновения в полотно где он должен остановиться кто это решает и как это происходит это одна из сложнейших проблем и я в этом плане вспоминаю Владимира Дмитриевича Соробьянова ведь раньше не было такого ну я бы сказала даже движения снятия нескольких красочных слоев и выявления самого раннего слоя кто принимает решение и как принимается решение какой слой открывается что оставляется является ли то обстоятельство что самый первый слой он и самый ценный и в этом плане конечно как действует художник реставратор если принято решение открыть самый первый слой и насколько глубоко он сам входит туда ну я конечно много неверных каких-то слов сказала но тем не менее смысл вы поняли о чем я спрашиваю вопрос важный и здесь не один вопрос значит художник и реставратор реставратор художник конечно у художника и у реставратора совершенно разные цели цель художника создать новую информацию цель некий новый образ цель реставратора вытащить на поверхность тот образ который от нас ушел ничего в него не добавляя его искусство это искусство одновременно глаза и руки ну естественно новейших технологий реставрационных которые позволяют ему это достичь это новые материалы для расчисток для укрепления и так далее то есть вы надеюсь меня понимаете это действительно в буквальном смысле не закрытие памятника какими-то прекрасными тканями какими-то замечательными пеленами которые могут быть сами по себе прекрасны а его выведение из тени а часто из тьмы на свет и обнаружение той невероятной по насыщенности информации которая хранится в каждом памятнике потому что памятник это некое такое удивительное явление которое все время впитывает себя свет времени и этот свет времени это время в нем накапливается осаждается в нем и собственно говоря его надо проявлять как когда-то фотографы с помощью проявителей вот потихоньку это заснятая временем картинка она начинает проявляться значит от реставратора требуется прежде всего понимание с чем он имеет дело не механическое а глубокое серьезное понимание специфики древней материальной структуры особенности технологии особенности стиля вот то что мы с вами видели в Туле вот это вот это вот варварское совершенно наглое бессовестное отношение к тому что можно всем пренебречь совершенно это естественно не реставрация вот Владимир Дмитриевич был не только замечательным реставратором но он был прекрасным искусствоведом который конечно понимал с чем он имеет дело что и как надо делать где надо остановиться и это уже второй вопрос иногда мы понимаем что памятник не надо раскрывать вот просто табу мы должны остановиться на процессе консервации не внедряться всякий раз в то что сулит нам очень часто абсолютно неведомые сюрпризы так бывало но в частности в нашей практике это было с собором росписью спаса мирожского монастыря в обскове который многократно подвергался дописям его полностью переписал сафоновская бригада а в 70-е годы были сделаны была велась реставрация но с очень сильными прописями и бывает так что вот когда вносится новый материал если он более крепкий этот материал чем природные свойства живописи то материал реставрационный может разрушать красочный слой лежащий под ним потому что он более жесткий более прочный вот в миру же так начало происходить и нам надо было решать вопросы мы будем раскрывать или будем открывать мы не знали что откроется это был большой очень риск но мы рискнули Владимир занимался этой реставрацией и все-таки из-под Сафонова из позднейших реставрационных прописей удалось выявить автора но так не всегда бывает это должны быть всегда очень взвешенные и абсолютно далеко так сказать не допускающие ничего авантюрного решения а если мы говорим о памятниках связанных церковью то вот мое глубокое убеждение что на сегодняшний день мы должны ограничить исключительно ограничиваться консервационными мероприятиями ничего не раскрывать ничего не расчищать только убирать грязь и только укреплять материальную структуру больше ничего сколь бы не замечательных открытий нам этот памятник не сулил потому что нам надо хорошо понимать что в жестких условиях постоянной эксплуатации при горящих свечах при лампадах и прочее прочее мы эту открытую живопись просто просто обрекаем на гибель так к сожалению произошло скажем например с открытыми Виктором Васильевичем Филатовым замечательной фреской Андрея Рублева в барабане Успенского собора на городке я в Зинейграде вот они я еще помню когда они открывались и вот сейчас вы себе даже не представляете под каким слоем копоти это живопись находится и надо прикладывать колоссальные усилия мастерству слава богу сейчас там таких служб нет рядом построили небольшой храм и основная как бы основной груз этих служб приходится на новый храм тем не менее куча проблем сейчас там остается есть и другие проблемы вот с тем же Успенским собором на городке это отдельный рассказ очень интересная проблема потому что там на протяжении довольно длительного времени храм подвергался записям дописям в том числе и советское время потому что он был всегда действующим очень много новой живописи находилось на бетонном основании бетон это гибель для памятника и вот сейчас в процессе реконструкции храма а там совершенно замечательные вещи потому что там остались все полные следы древних окон сейчас Георгий Евдокинов наш молодой но замечательный реставратор вот точно все это восстанавливается и в процессе реставрации многие куски живописи поздние приходится удалять по счастью клир настоятель храма на это идет но это серьезное очень решение там вообще очень любопытно потому что там в 19 веке были сделаны как бы надкладки сводов которые сейчас тоже были сняты под ними открылась новая неведомая нам кусочки правда плохо сохранившиеся живописи начала 15 века все это происходит на наших глазах все это делается руками реставраторов это тоже Володя начал но сейчас продолжает его преемники во главе с Евгением Ильиничной Серегиной да спасибо у меня вопрос отчасти связан с этим все таки если посмотреть на реставрацию памятников архитектуры заметно прослеживается тенденция превратить памятник после работы в совершенно новую вещь чтобы он был как новый и мы видим это многократно во многих местах и это не может не касаться вот то что вы показали Успенский собор Тула это в створе этой тенденции иметь целостность иметь целостный образ который понятен прихожанину любому человеку скажем условно в любой степени образованности кто ставит барьер имея ввиду колоссальную массу реставрационных работ которые должны проходить в огромной стране есть ли силы реставрационные и научно-методические для того чтобы противостоять этим процессам а они набирают силу тем не менее ну сил мало есть разные пути вот еще мы вместе с Владимиром составляли большие списки сперва для нашей думы потом они перекочевали в министерство культуры в который мы ввели те особо ценные памятники монументальной живописи которые должны быть на первую очередь финансироваться в силу своей уникальности исключительные ценности хотя конечно мы хорошо понимаем что далеко не все в этой огромной стране памятники мы сумели в эти списки в какой-то степени нам удалось что-то в этом смысле продвинуть этими списками пользуются но конечно система у нас нету нормальной надо восстанавливать утраченную скажем например исполнительскую вертикаль потому что все права делегированы регионом они управляют всеми памятниками от мала до велика от федеральных до региональных муниципальных и так далее в их руках сосредоточены все властные полномочия и они хозяйничают как хотят для них нет указов никаких восстановить эту утраченную бывшую когда-то вертикаль которая тоже не всегда работала но хоть как-то чего-то помогала делать одна из задач трудных как бы в министерстве есть понимание этого но пока реальных движений нет друзья вопрос из зала пожалуйста у меня пока вопрос нам написала наша заочная слушательница из регионов очень просила узнать как в москве обстоит дело с образованием то есть какой вуз следует выбрать человеку решившему посвятить себя реставрацией если можно какие-то рекомендации дать ну постараюсь хотя как вы понимаете в этом вопросе очень много неясного потому что если человек хочет заниматься архитектурной реставрацией ему надо идти в мархи но во всяком случае те люди которые сейчас реально работают молодые реставраторы они успели кончить мархи и замечательно работают и Дима Яковлев и уже упомянут именно и Георгий Георгий Евдокимов и Катя Рузаева и другие люди которые успешно да ученики Сергея Сергеевича Подъепольского Льва Артурча Давида и так далее да они успешно работали не знаю тогда я насчет архитектуры если речь идет о монументальной живописи то пока еще в общем жив факультет монументальной живописи кафетра точнее говоря монументальной живописи в Строгановском училище который создавал и в долгие годы руководил Бурый Владимир Прокопьевич там преподает и упомянутые мною ранее Евгения Ильинична Серегина многие другие они замечательно готовят реставраторов монументальной живописи которые успешно работают на сложных объектах есть конечно в Питере мастерские но надо сказать что специфика Питера скажем например Москвы разная ну скажем в северо в области Петербурга за исключение может быть двух трех объектов нету росписи фрескотемперных есть Александросверском монастыре Зеленчукском монастыре в основном это либо клеевая живопись либо это масляная живопись и они хорошо вот по клеевой живописи очень хорошо там готовят мухинки хорошо готовят серьезные хорошие ребята вот ну есть конечно и здесь но в Москве если заниматься станковой живописью здесь довольно большой есть выбор можно идти так называемый пятачок училище 1905 года где хорошие реставрационные отделения но есть и другие да можно даже Свято-Тихоновская и там у Галины Сергеевны Клоковой можно кое-чему поучиться по реставрации темперной иконной живопись у меня вопрос касающийся работы отдела который вы возглавляете отдел древнерусского искусства института искусствознания колоссальное бремя и честь одновременно двигать вперед 22-томное издание истории русского искусства во-первых первый вопрос чем отличается это издание от предыдущих многотомных изданий начиная с Горбаревских и потом второе как продвигается выпуск как идет работа это сложный вопрос но слава богу вот тот сектор которым я как бы руковожу у нас не 22 тома а 9 томов тоже немало и сил у нас немного и все мы уже не самые молодые люди к сожалению вот у нас есть утраты потому что Владимир Дмитриевич тоже работал в нашем секторе это серьезные невосполнимые потери его уход из жизни в чем разница если предыдущие истории давали очень яркие очерки эссе дающие представление о художественных достоинствах русского искусства но одновременно особенно так серая история которая выходила в 50-е с начала 50-х до 60-х годах где делась попытка как бы формулирование окончательного знания вот что мы знаем об этом искусстве мы конечно ничего подобного перед собой не ставим мы хорошо понимаем бездну своего незнания в какой-то мере мы считаясь с особыми условиями нашей жизни ставим перед собой большую вместе с тем не глобальную задачу создать то что можно было бы скорее назвать даже не историю русского искусства а материалы для истории русского искусства собрать создать какую-то систему представлений о том что мы знаем на сегодняшний день выявить максимально полно ясно вот эту систему знаний которую мы сегодня располагаем мы понимаем что мы стоим не вошли в храм что мы стоим на пороге и вытираем ноги но в то же время это современно современнейшая тенденция мир информации да это мир информации это попытка во первых снятие блокады потому что все-таки мы в прежних историях искусства но прежде всего в этой большой советского времени истории искусства конечно же исповедовали проблему автохтонности абсолютной самочинности всех так сказать традиций русского искусства конечно наша задача разомкнуть этот круг показать русское искусство в сложных связях с тем что происходило в это время не только в Византии что уж само собой разумеется но и в Европе тем более если мы будем говорить о памятниках архитектуры скажем того же Владимира предположим без этого просто невозможно не привлекая материал романского искусства раннего готического искусства и так далее вот и это все конечно каким-то образом мы пытаемся учитывать хотя и хорошо понимаем что далеко не все нам удается раскрыть какие тома уже вышли ну вот сейчас у нас вышли тома посвященные ранней поре до монгольского периода то есть это десятый начало двенадцатого века у нас вышел весь двенадцатый век и сейчас в работе находятся два тома потому что мы работаем параллельно том посвященный искусству середины тринадцатого середины четырнадцатого века то есть самый темный так называемый уже монгольской условно говоря паре вот начиная где-то середина тринадцатого века по время когда начинается подъем Москвы как центра вот политического объединяющего русские земли вот этот том под руководством Елены Сергеевны вот сейчас уже завершается редакторой думаю что в следующем году он должен выйти из печати и в работе находится третий том посвященное искусству первой половины тринадцатого века но он более сложный дело в том что наши знания архитектуры наше знание живописи наше знание пластики очень резко отличается от наших знаний а часто и незнаний других видов искусства скажем например мы с одним масштабом не можем подходить к рассмотрению живописи архитектуры и скажем например мелкой мелкой пластики или ювелирного искусства поэтому просто-напросто если мы можем рассуждать по сути дела почти о десятилетиях в развитии архитектуры и живописи и отчетливо различать вот живописи первой четверти двенадцатого века это середина двенадцатого века это шестьдесятые семидесятые годы вот до того до такой степени мы уже это представляем себе то уже вот скажем другой материал он с такой степени не разработан поэтому вот в третье то он должны войти такие более широкие очерки охватывающие этот материал в пределах всего домонгольского периода ювелирное искусство шитье деревянное зодчество какие-то сведения о раннем этапе развития этого вида архитектуры ну и так далее друзья вопрос есть тогда у меня последний вопрос и мы тогда завершаем наше занятие сегодняшнее ну такое абстрактное конечно какую школу реставрации монументальной живописи вы на сегодняшний момент почитаете ведущий в мире на что надо ориентироваться какая звезда горит на небе ну крайне трудный для меня вопрос крайне трудный я неготовка в общении неготовка в общении вот славится итальянская школа реставрации всемирно славится итальянская школа реставрации но то что мы часто видим то что делают итальянцы скажем например реставрируя фрески в Ливане в Египте вот то что я вам показывала в Гош вот мне это не нравится не нравится то что делают наши друзья наши братья в Болгарии и в Сербии и в Македонии это просто гибельная гибель памятников искажены лучшие памятники Бачковский монастырь Нерези это все прошло через такие антикварные почти реставрации это все рассчитано на вкус туристов понимаете все драгоценное все то что составляло смысл и требовало от зрителя думающего глубочайшего внимания и серьезного размышления все это конечно утрачено это все стало журнальной рекламой это чистый гламур я не хочу сказать что у нас но все таки просто наша трагедии национальные очень часто оборачивались для вот такой интеллектуальной деятельности в том числе и реставрационной иногда и некоторым своего рода спасением она обязывала людей очень остро понимать это трагически и с огромным вниманием почтением и ответственностью относиться к своему делу не случайно такая прекрасная школа архитектурной реставрации у нас существовала до последнего времени которая прославилась изумительными именами начиная с имени Сухова и Давида и Борисовича Альшулера и конечно Сергея Сергеевича подъепольского и многих других замечательных реставраторов архитектуры в живописи тоже было сделано немало хотя было пройдено через ряд очень серьезных неудач проблем но очень часто они были связаны с тем что памятник надо было немедленно спасать немедленно спасать вот если бы вы представляли себя в каком состоянии находился Успенский собор во Владимире который был закрыт в 20-е годы и открыт во время войны в котором не было ни отопления ничего где во время пасхальных служб вода стояла по щиколотку где штукатурка выворачивалась отрывалась от стены на 45 градусов поворачивалась от стены где была черная копоть и простите черная плесень было непонятно чем это удержать было непонятно какими материалами пользоваться пользовались часто материалами ну совершенно невероятными которые сегодня просто когда читаешь отчеты реставрационные просто закачаешься от того что там какие-то проценты скажем казеина абсолютно невероятные которыми пользусь что ничего в руках не было надо было все это удержать заливки делали гипсом что категорически нельзя делать вот ну и так далее и так далее я думаю что в общем традиции нашей реставрации не случайно приглашают нас работать вот работа работают тоже наши ребята работали под руководством того же Владимира Виннича в Ливане и хорошо работали вот я думаю что если были возможности такие серьезные хорошие школы я не могу сказать у меня нету такого опыта нагляда потому что для того чтобы серьезно это оценить надо пойти на леса и это все посмотреть не на иллюстрациях на том как это делается ну что ж мне кажется это оптимистическая нота на которой мы заканчиваем задача удержать то что мы имеем держать жар птицу очень крепко в руках и мы сегодня видели очень много примеров совершенно потрясающих расчисток и интеллектуального видения того как должно быть и рассуждения Льва Исааковича а например о позиции глаза его концентрации и формирования совершенно пустого казалось бы пространства мне кажется это дорогого стоит эту культуру надо пронести вперед это конечно идеалистический взгляд но очень бы этого хотелось поблагодарить от всех вас за эту лекцию